Девушки отдыхают Пришлось Твой телефон остался у Синана И чтобы не впутывать Синана в это дело, пришлось помочь Ты поблагодарила сестра? Спасибо Этот человек что-то сделал с тобой? Что? Не заставляй меня это говорить, он тебе что-то сделал? Нет, нет, он ничего не сделал, сестра, только помог Спасибо ему Хорошо Эдже Давай, пойдём Пойдём Я на две минуты опоздал, получается Ничего себе Благодаря мне ты пережил большое приключение Ты, видимо, ждёшь благодарности? Нет, дорогой, мы разберёмся с этим позже Сейчас мне нужно встретиться с одним человеком, который должен попросить у меня прощения Девушка оказалась хорошей сестрой, зауважал Одну минуту Ты сказал что-то хорошее о Хазан? Ну и так было понятно Сестра, которая торговала собой ради славы, сестры, очень впечатляющая Только вот бы и характер у неё был такой же хороший, как и сестринство Вот бы её единственной проблемой не было пойти по простому пути Что случилось? Или ты стыдишься свою любимую? Да брось Я побежал А я и так бросил, дружище Я спокоен Если бы не настойчивость отца, я бы вчера даже пальцем не пошевелил А вот сумеешь ли ты бросить? Мама? Хазан Давай не будем больше грузом для тёти Бенас Так не получается Не получается, нам нужно как можно скорее уйти Ты сначала на меня посмотри, мама Мама? 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 Эджи! Доченька моя! Девочка моя! Эджи! Красавица моя! Девочка моя! Девочка моя! Хорошая моя! Девочка моя! Посмотрим, как ты будешь просить прощения, Хазан-Хану! Эджи! Девочка моя! Девочка моя! Девочка моя! Королева моя! Смотри! Видишь эти руки? Видишь, в каком они состоянии? Твоя мама проклинала эти руки, чтобы они сломались, были сожжены, чтобы высохли! Долго проклинала! Девочка моя! Не говори так, мама! Пожалуйста! Нет, нет! Так и есть, дочка! Я поклялась! Отныне я пальцем тебя не трону! Хорошо? Обещаю! Не буду тебя бить! Хорошо? Нам и так нужно поговорить про то, что будет дальше, мама! Сядем и вместе все поговорим! Теперь начнем все сначала! Поговорим, доченька, поговорим! Начнем все с чистого листа! Твоя сестра пришла, слава Богу! Слава Богу! Как же я соскучилась по твоему запаху! Давай больше никогда не будем расставаться! Никогда! А, привет! Я забрала сестру! Знаешь, наверное... Конечно, ты сейчас на меня рассержен. Но ты ведь мог сказать. То есть, как бы я ни не любила твоего брата, но если бы он привёз мою сестру, ты бы мог мне сказать об этом. Ладно. Я немного грубо разговаривала. Ты прав. Я должна была просить прощения. Хорошо тогда. Выходи и расплачивайся за свой долг. Как? Что? Алло. Алло. Прошу прощения. Это не всё, наверное, да? Правда. Я прошу прощения. Давай начнём сначала. Синан, дорогой. Продолжай. Ты и это превращаешь в игру? Тебе запрещено использовать слово «игра» до второго указания. Хорошо? Синан. За те грубые, безжалостные слова, которые были хуже мата... Может, не будем так преувеличивать? За все грубые слова, которые... Синан, дорогой. За все те грубые слова, которые я говорила... От всего сердца. От всего сердца? Прошу прощения. Неправильно. Всем сердцем... Я принимаю ключи от дома. Я правда хотела извиниться перед тобой. Но ты и это превращаешь... Не используй слово «игра». Убери это долой с моих глаз. Ты очень упрямая. Это ты упрямый. Ты пришёл ко мне с предложением, и я отказалась. Вот и всё. Удачи в своём доме. Что тебя так напрягает? Я не понимаю. Если не мне за аренду, то платила бы и другим людям. Ты же выросла в этом доме. Я просто хочу, чтобы ты работала на меня. Вместо оплаты. Что здесь такого? Мне не нравится, когда так делают. Понятно? Я не хочу. Я не хочу быть твоим личным тренером, ни квартирантом. Вот и всё. Ты и правда очень упрямая. Но я люблю упрямство. Мне это уже надоело. Именно. Что ты делаешь? Ты что, ребёнок? Сколько тебе лет, Синан? Синан! Синан, открой! Синан, открой же! Синан! Хорошо. Пусть тогда лежат у двери. Удивительный упрямец. Упрямец. Мама, ты куда? Мы же должны были поговорить втроём. Поговорим, дочка. И все втроём поговорим, и вдвоём поговорим. Сейчас придёт сестра. У меня есть одно дело, надо его уладить. Я скоро вернусь, хорошо? Ты поешь свой суп. Давай, дочка, давай. Мама? Что ты здесь делаешь? Просто смотрю, а ты? Ты куда-то собралась? Куда идёшь? А ты иди посмотри за сестрой. Позаботься о ней. Она не открывается мне, ничего не говорит. Хорошо, не пугай её. Мы всё равно поговорим все вместе. Эта тема с Есином... Это теперь моя проблема. Давай, помоги матери одеться. Куда ты идёшь? Схожу кое-куда, пока не вернулась Бенас. Нужно уладить важное дело. Хорошо, а я потом пойду искать работу. Уже что-нибудь найду, нам нужна крыша над головой. Так нельзя. Без дома не получается. Конечно. Да, Хазан Ханум. Без дома нельзя. Разве можно без дома? Нельзя без дома. Боже, дай сил рабе своей, Фазелет. Аминь. Аминь. Гюльтен, а я уже соскучилась по тому, как ты открываешь дверь? Что такое, Фазелет Ханум? Пожалела, что оставила конверт? И я рада тебя видеть, Гюльтен. И я. А этот конверт стал твоей проблемой. Забери-ка его. И избавь себя и меня. Мне надо поговорить с Хазем Беем о кое-чем важном. Отойди-ка отсюда. То есть ситуация с домом, правда? И ты, будучи моим адвокатом, ничего даже мне не сказал? Здесь не может быть никаких оправданий. Увидимся завтра в офисе. До встречи. Боже, дай нетерпение выдержать это. Входите. Хазем Бей, Фазелет Ханум хочет вас видеть. Она здесь, сейчас? Я здесь, Хазем Бей. Здесь. Пришла отдать вам это. Дай Бог, отец не дома. Доверься мне. Не думай об отце. Теперь мы вместе. Вот, например, нужно думать даже об этой машине. Не заставляй меня возиться с детьми. Да. Его девушка разбивает его машину. Ему покупают новую. Попадет в аварию, ему снова купят новую машину. Смотри, мы как давно хотим поменять машину. Но это невозможно. О! Вернулся покоритель тендера. Не говори глупости. Почитай газету. Что это с ним? Идем со мной, маленький принц. Посмотрим, на самом деле ли волнуешься за брата. Прошу. Еще одна невоспитанность вашего сына. Я не понял. Даже не невоспитанность. А оскорбление нашей чести. Оскорбление нашей гордости. Правда, это не первое оскорбление вашего сына. Вы знаете. То есть вы говорите, что не примете подарок Синана? Я правильно понимаю? Не дай бог. Конечно, не принимаем. Когда это бесчестное предложение стало подарком? Предложение? Какое предложение? О чем вы говорите? Послушайте, у вашего сына нет ни стыда, ни совести. После той аварии у нас ничего не складывается. Не можем смотреть в лицо соседям. Не хватало еще, чтобы моя дочь осталась без работы из-за вашего сына. А то, что прожила я... И так видно. Мы столько страдали, но никогда не переставали соблюдать приличий. Не хочу переходить границы Хазембеи, простите. Но если бы перед вами были не мы, а кто-то другой... О-о-о-о... Вы говорили про предложение, Фазилет Ханум. Я сказала про предложение. Когда моя дочь не приняла подарок, ваш сын предложил, чтобы она постояла пару часов с ним вместо оплаты. Это что за работа? Что за предложение? Хазембеи, я не понимаю. Мы столько дней уже ютимся у соседки. Этот дом для вашего сына ничего не значит, копейки. Но для нас он очень важен. Мои дети там родились и выросли. Этот дом очень ценен. Он имеет больше ценностей, чем ваш особняк. Послушайте, послушайте. Мы, мы, настолько, мы, мы никогда не были в таком сложном положении. Никогда не ютились. Даже если дочь останется без работы, нас нельзя купить деньгами, Хазембей. Вот бы ваш сын был с действительно хорошими намерениями и сделал это предложение мне. Тогда бы я сказала, вот, вот, Фазелин, смотри. Я не понял. Дай ей бог здоровья. Неизвестно, когда поправится с Салихаханум. Если бы он пришел ко мне с предложением работы в особняке в обмен за плату аренды, то я бы пришла и поговорила с вами. И гордость моей дочки не была бы задета. Но разве ваш сын захочет меня? Нет, конечно. Видите ли, когда моя дочь отказалась, он все рассчитывал, и дело дошло до покупки дома. Конечно, он не захочет меня. Разве он напрасно купил этот дом? Напрасно? У него другие цели, Хазембей, цели. Не хочу переходить границы, но если бы я хотела проучить вашего сына, если бы он был моим сыном... Да. Проучить. Проучить. Что вы сказали? Я не расслышала. Напрасно купил. Мой сын напрасно купил этот дом. Я с трудом привела твоего брата домой. Он очень обижен на отца. Твой отец нанес ему сильный удар. И вправду нехорошо получилось. Но это же все связано с тобой. Отец, наверное, что-то знает. Ты, пожалуйста, держи при себе свои ценные советы по поводу работы. Я прошу у тебя помощи для твоего же брата. Говоришь, успокоив все, пока не разразилась буря? Хорошо. На самом деле, для меня наладить отношения между братьями ничего не стоит. Ты не переживай. Неужели? Хорошо. Ладно тогда. Давай-ка покажи свои способности. Я не поняла, как это будет, Хазымбей. Ваш сын сказал, работайте, чтобы оплачивать аренду. Вы говорите, работайте, но дом будет ваш. Я запуталась. Понимаете, как это будет? Куп чая у Синанбея, у вашего сына. А если он в один день придет и скажет, что ничего не получается, что тогда? А еще есть Салихаханум. Завтра она придет, скажет, я вернулась к своим делам. Тогда что? Нет. Так не получится. Это надувательство. Я не буду иметь с этим дело. Начиная с завтрашнего дня, хочу видеть вас за работой. Об остальном не думайте. Так, значит. Хазымбей, вы сначала поговорите с Синанбеем. Я сейчас пойду, скажу девочкам, а потом Синанбей начнет увиливать, а мы останемся ни с чем. Поэтому я и говорю, поговорите с Синанбеем. Поздравляю с новой работой, Фазилетханум. Живите на здоровье в своем доме. Раз вы считаете, что это будет более подходящим, пусть будет так. Пусть будет к добру. Всего доброго. Я тебя жду, Синанбей. Ты только приди. Слава Богу. Где ты ходишь? Где ты ходишь, Есимин? Не могу смотреть в глаза отцу. Хочу, чтобы ты была рядом, а ты вышла и болтаешь там с Синаном. Ему очень понравился мой пиджак, спрашивал, где я его покупала. Я назначила тебе встречу с Ягызом. Ты забавляешься, да? Не знаю. Сегодня вы три брата немного развеетесь. Ах, моя прекрасная женушка, моя дорогая женушка. А я целыми днями думаю, что бы мне поделать такого, посидеть, что ли, с братьями, развеяться, погружался в печальные размышления. Да, будь уверена. Это они развеются, дорогой. Они развеются, но не ты. Чего ты добиваешься? Двое на одного совсем несправедливо, да? Ты поругаешься с Ягызом, Синан будет в роли брата, оставшегося между вами. Раз вы с Ягызом не в ладах, то пусть тогда отношения между всеми братьями испортятся. Ладно, но... В чем здесь вина Синана? Когда ты был в Анкаре, он очень разозлил Ягыза. Это лишь вопрос времени, когда они законфликтуют. Сейчас достаточно небольшого огонька для Фитиля. Да ты дьяволица. Рафик, вечером накрой стол для нас, Эгеменов. Вечером мы у тебя, ладно? Как это? Вас зовет отец, Синэнбей. Он наверху. Хорошо. Папа, вчера не увидел тебя. Не смог поприветствовать тебя. Во время тендера что-то произошло? Забудь про тендер. Поздравляю тебя. С чем ты поздравляешь меня, отец? Ты стал владельцем дома, сынок? Слушай, папа, не злись. Это дело трех копеек. Я верну тебе долг. Непременно. Непременно вернешь, конечно. У меня нет никаких сомнений. Только мне вот интересно, на чьи деньги и чей долг ты вернешь. Но ты же сказал, что девушка испытывала несправедливость. И ты, как благотворитель Синэнэгемен, протянул руку помощи. Замечательный сын. Вот он, мой сын. Тогда все? Все, да. Очень хорошо получилось. Теперь у тебя нет долга. Твой долг вернет Фазилет Ханум. Как это? Фазилет Ханум будет работать в особняке и выплачивать свой долг. Мы с ней договорились. Постой, постой. Но мы так не договаривались. Ты собирался договариваться с девушкой? Что такое? Ты расстроился? Видимо, твоя афера с домом была впустую. Что сказать, сынок? Надеялся на одно, а получил другое. Что это? Понял, дядя Рафат. Хорошо. Хорошо, хорошо. Если что-нибудь понадобится, я здесь. Я вечером и так загляну. Хорошо, хорошо. Всего хорошего. До свидания. Еще раз скорейшего восстановления. Он в порядке? Как он? Открыл глаза? Да, в порядке. Но ждут, когда он придет в себя. Слава богу, раны незначительные. Но дело в том, что он потерял много крови. Он много крови потерял. Уф, из-за моей глупости. Из-за глупости. Я столько часов ждала, столько часов ждала. Ладно, сестренка, не расстраивайся. Смотри, он в порядке. Вот что я скажу. Если дядя Рафат что-то скрывает по телефону, то даже если наш не окажется в тюрьме, ему будет сложно еще раз войти в отчий дом. Какая тюрьма? Я же сама убежала! Просто так убежать, так нельзя. Разве твоя мама не писала заявление? Сестра, мы это уладим. Ну ладно, ладно. Если не уладите, то дела плохи. Ты еще даже несовершеннолетняя. Куда ты убежала? Да ладно. Посмотрите, кто это тут говорит. Ты, можно подумать, не помогал. Прости, господи, больше никогда. У нас ведь тоже есть кое-какой вес и авторитет в обществе. Из-за тебя теперь в пильярдный зал не могу даже зайти. Ну спасибо. Будет мне уроком. Ну да, ладно. Ладно, я побежал. Позвоню тебе вечером, не беспокойся. Сестра, он ведь не попадет в тюрьму, да? Ты несовершеннолетняя. Кроме того... Кроме... Кроме того что? Кто? Слушай, я спрашиваю у тебя в первый и в последний раз, ладно? И не хочется спрашивать, но как твоей сестре мне надо знать. Вы... В ту ночь... Между вами что-то было? Знаю. Наверное, не было. Ну... Даже если и было, то что? Во-первых, я бы тебе голову разбила. Во-вторых, Ясин сгнил бы в тюрьме. Не было, конечно же. Ты маньячка, что ли? Ладно, ты не расстраивайся больше, Аджи. Хорошо, сестренка? Мы как-нибудь его спасем. Сейчас мама из-за этой истории с домом забудет и про Ясина, и про все остальное. Его ведь не посадят, да? Такого не будет. Пойдем. Да, Фазелит. Да. Суждено было тебе с благодарностью войти в эту яму. Ты не слушай, что я говорю. Яма, яма. Без тебя тяжело было. Тяжело было без тебя. Разве вина только твоя? Разве твоя? Я тебя довела. А ты меня. Вот так и живем. Ой, не обижайся, не обижайся. Не обижайся, я тебе говорю. Много ты от меня терпел. Много. Чтобы судьбе стыдно было, будешь еще много терпеть. Видишь, смотри. И себя погубила, и парня молодого погубила. Больше не позволю видеться с моей дочерью. Не слушай. Не вздумай слушать. Не склоняй свою голову. Один раз склонишь, то больше не поднимешь. Уф. Что сейчас скажет тетя Бенас? Ну уж нет. Нет. Сестра, что происходит? Мама? Правда, их стоит бояться. Они все разместили, как попало. Конечно, откуда им знать? Боже мой. Мама, ты не можешь этого сделать. А, вы пришли? Хорошо. Идите сюда. Помогите, дочка. Ладно. Брось, оставь. Ты возьми это и поставь туда. Мама, мы что, вернулись обратно? Нет, ничего подобного. Мы не вернулись обратно. Отныне это не наш дом. Пошла и взяла ключи с улицы и пришла домой, да? Нет слов. Что происходит? Может, мне кто-то что-то объяснит? Что происходит, дочка? Что происходит? Боже, мы пришли к себе домой. Вот что. Мама? Синан? Я не приняла предложение Синанбея. Значит так? Но я приняла предложение Хазымбея. Вот что. Сестра, давай, не хмурься уже. Ты ведь любишь этот дом больше, чем я. Люблю, но... Но до меня не доходит. Что творит мама? Я не понимаю. Как эта женщина заставила Хазымбея предложить ей работу? Как? Но это мама. Но и они, отец и сын, делают хорошее предложение. Эдже! Сестра, когда я вчера позвонила тебе, твой телефон вообще-то был у Синана. Человек покупает дом. Пытается насильно устроить тебя на работу. Что происходит? Хотела бы я знать. Но я не знаю. Сначала мне казалось, что он просто играет мной. Но потом случается одно мгновение. Например, один взгляд, который заставляет задуматься, что это может быть не игра. Среди всей пустой болтовни он произносит нечто такое незначительное, но это так трогает меня. Потом наступает другой момент. Он что-то делает и заставляет напомнить о том, что я не игрушка. Я думаю, что не хочу больше его видеть. Мне уже больно. Но потом смотрю, стою перед ним, обнимаю и плачу из-за отца. Сестра, ты действительно открылась ему. Ну, то есть настолько, что рассказываешь о нашем папе. Настолько, что обнимаешь и плачешь. Не знаю. Он перевернул. Все вверх дном. Я не знаю, что мне думать. Ну, давайте, братья Егемены, пусть и сбросят свои камни. Мы сегодня пришли поговорить начистоту. Но у меня нет никаких камней. Я получил таким камнем по голове. Но это не я бросил тот камень. Этот камень бросил не ты, но... Ты лично отдал его в руки отцу. Вот так. Отец принял правильное решение. Ну, то есть, что он решил в последнюю минуту, было немного неправильно. Но не беспокойся. В будущем, увидев результаты, ты будешь вспоминать этот вечер иначе. А ты молодец. Клянусь, ты молодец. Почему? Так вот, во мне как раз этого не хватает. Ты знаешь, этой хладнокровности, этой бесчувственности не хватает во мне. Так вот, поэтому я проигрываю. Из-за того, что я не могу быть таким бесчувственным, как ты. Из-за того, что я не робот, я проигрываю. Брат, что ты говоришь? Он и в детстве был таким, да? Синан разве вспомнит мое детство? И разве даже ты помнишь мое детство? Брат, что же ты натворил? Или же погоди минуточку, погоди, погоди. Давай спросим отца. Он наверняка опомнит. Спроси же в 12 лет. Помнит ли он детство своего ребенка, которого в 12 лет отправил в школу-интернат на другой конец света? Он не сможет вспомнить. Да, в этой семье никто не сможет вспомнить мое детство, брат. Поэтому тебе не стоит. Не стоит начинать такие беседы насчет бесчувственности и всего такого. Ты понял меня, брат? Брат. Я подышу воздухом. Брат, было бы лучше, не начни ты говорить о детстве. Ай, да брось. Пусть никто не рассказывает мне сказки, мой друг. Он получил плату за каждый день, проведенный им в одиночестве. Он получил ее, став любимцем отца. Приди в себя. Приди в себя. Ты уже не ребенок. Это лишь вопрос времени, когда не законфликтует. Сейчас достаточно небольшого огонька для фитиля. И ты подожжешь этот фитиль. Ты зачем сюда пришел? Ты зачем пришел? Ты так собрался разжечь фитиль? Таким образом? Тупица. Идиот, оставь. Оставь свои чувства. Забудь. Забудь про свои чувства. И, господа, на чем мы остановились? У меня в голове все смешалось. Я столько лет испытывала к нему чувства на расстоянии, а теперь он начал играть. С моим разумом, с моими чувствами. Сестра. Дорогая моя. Да ты краснеешь. Если продолжишь так делать, не буду ничего рассказывать. Сестра. А кому ты еще будешь рассказывать, если не мне? Что будет, если хоть раз прислушаешься к моему сердцу? Расслабься. Дай один шанс. Ну, что будет? Он разобьет мое сердце. Я знаю. Знаешь, что самое странное? Я не боюсь этого. Я боюсь быть обманутой. Если он играет со мной. Если он обманывает меня. Я ведь потеряю не гордость, а свое сердце. Я боюсь. Я боюсь потерять свое сердце. На самом деле, ты тоже права. То есть, этот парнишка, он необычный. Он совсем не похож на своего брата. Дочь, как, куда ты знаешь его брата? Это... Ну... Что? То есть, его брат же немного такой, немного серьезный ведь. Поэтому... А, ты разгадала Синанбея? Теперь настала очередь его брата, да? Ты меня удивляешь, Аджи? Мама, у меня нет слов. Ты бы хоть не подавала виду, что подслушиваешь. В будущем? Вы тоже станете матерями дочек. Так вот, вы и не подслушиваете под дверью, хорошо? Идите сюда. Идите ко мне. Козочки мои. Ну, мы же собрались поговорить с вами о чем-то. Давайте соберем семейный совет и все обсудим. Мама, клянусь, мне конец. А! Моя рука еще не зажила. Да помилует тебя Господь. Прости, давайте позже поговорим. Я очень устала. Очень хочу спать. Мама, давай намажем мазь на руку и потом ложись спать. Я завтра рано утром пойду искать работу. Хорошо, намажу, дорогая. Мама, давай намажем мазь на руку и потом ложись спать. Ты же не думаешь, что что-то было, да? Мама, не переживай. Завтра вместе поговорим. Завтра. Наверное, ничего не было. Спокойной ночи, мама. Моя дочка не могла этого сделать. Моя малышка не сделала такого. Что такое, господа? Вы внезапно начали напиваться. Ладно, понятно с Синамбеем. Но что за проблемы у тебя, Игосбей? Что случилось? Одну минуту. Что за проблемы у Синамбея? Проблема господина Синамбея. Он купил дом дочки Фазилет Ханум. Что может быть еще? А ты что скажешь по этому поводу, Игос? Мои соболезнования. Ты не сможешь охмурить эту девушку. Вот увидишь. Что это сейчас такое? Ну, то есть, ты только из-за упрямства начал некую игру. Но все в ней испортил. То есть, в эту сказку про любовь ни мы не поверили, ни девушка. Но, слушай, нужно отдать должное. Девушка оказалась разумной, и все продумывает по-крупному. То есть, как бы ты ни старался, она не повелась на твою игру. И никогда не поведется. Конечно же, глупец. Разве дочке Фазилет Ханум хватит лишь одного дома? Ты должен был дать ей ключи от нашего особняка. Смотри, я тебе говорю, ты не сможешь охмурить эту девушку. Братец мой, ты потерял форму. После этого не то чтобы с помощью 80 квадратных метров. Ты даже с помощью конкурса не сможешь ее охмурить. То есть, не то чтобы сестру этой девушки, ее маму сделаешь лицом Марки. И даже если саму девушку сделаешь лицом Марки, нет, не проведешь ее. Минуту-минуту. Вообще-то, эта девушка красивее той, которую выбрал ты. Ты ведь это понимаешь? Ты опоздал, опоздал. Эта девушка не станет ни лицом Марки, ни твоей девушкой. Слушай, я уже выкинул все из головы. Ты больше не можешь подстрекать меня, как раньше. Даже отец стал заодно с матерью этой девушки и начали проучать его. Ты даже его уже не можешь разозлить. Эта девушка не пошла тебе на пользу. Найди себе другую игрушку. Это дело так не пойдет. Ты готов поспорить? Да, брось ты. Мы что, в детском садике? Братец мой, мое дело и так делать невозможное возможно. Если я Синана Гемен, то я заполучу эту девушку. Не хватит этого? Еще и лицом Марки сделаю. На что спорим? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова